29 февраля запланировано послание путин федерального собрания вот в двадцать третьем году в начале довольно такое было веяло семидесятым и восьмидесятым холодная война параллельно с этим такой патриотизм все все экономические все хорошо там надо и растут экономика поднимается ну такой прогноз ваш что мы услышим в этом федеральном собрании в этом послание федерального собрания тем более это как раз впадает по сути с предвыборным периодом так называемым да там наверно будут какие-то предвыборные обещания вот что там о чем будет путин по вашему говорить ну вы знаете я думаю что он не скажет ничего как он никогда ничего не говорит только что было двухчасовое интервью такеру карлсону не исключено что кстати будущего вице-президента соединенных штатов америки не исключенный вариант да вот и в этом интервью владимир владимир познакомил восхищенный мир с князем рюриком всеми прочими делами но на самом деле ничего не сказал ничего не сказал это было ни о чем я полагаю что его речь его послание федеральному собранию тоже будет поддерживать эту традицию разговоры не о чем вообще не о чем вот но тем не менее как бы чем-то же надо заполнить время время был заполнен следующим образом он скажет о войне которую запад развязал против нас именно запад потому что понимаете терпеть поражение или не добиться победы украины в его системе ценности это унизительно а когда это объединенный запад понимается там на то всякое и прочие нехорошие люди да это не так унизительно значит он будет говорить что запад развязал против нас войну хочет наш уничтожить поставить на колени он наверное скажет что запад всегда ввел эту войну с нами еще против князя рюрик и там еще кого-нибудь вот и но американцы с поддержкой злых бандеровцев еще кого-нибудь вот но мы все равно выстоим вот то есть ему поскольку он не может сейчас как мне кажется он не может предложить никакого позитива народу он не может сказать что вот мы сейчас как ну как говорят допустим а американские президенты во время ну кандидата американцев на пост президента соединенных штатов они всегда кладут какой-то совершенно такую конкретную морковку для избирателя да там клинтон когда-то говорил что каждый 12-летний ребенок в америке будет иметь доступ к сорокополосному интернету вот тогда ну тогда это было достижение в большом не соврал не соврал нет почему нет не соврал сделал 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 нет вообще это бы нормальное дело ты обещаешь какие-то проверяемые вещи дальше тебя оппозиция конечно тыщет мордой в грязь если ты этого не сделал там так далее вот но путин не может ничего пообещать может конечно пообещают но ему уже давно не верят понимаете вот его выступлениям никто не верит и поэтому они на самом деле не интересны поразительная вещь что уже очень давно уже много лет его такие предвыбранные не предвыбранные такие регулярные информационные такие ивенты значит там прямая линия пресс-конференции так далее их уже давно смотрят только специалисты специалисты смотрят там я не знаю журналисты смотрят пропагандисты смотрят разведчики наверно смотрят дипломаты там и так далее а люди их не смотрят люди их не смотрят давно давно не смотрят я могу можем 30 секунд конкретный пример приведу как то было как вы знаете наверно меня свое время там в течение нескольких лет звали все время на федеральные каналы телевизор и вот один из последних разов этот год по вам 17 наверно был может 18 не помню очередная там прямая линия пресс-конференция владимира путина и меня позвали участвует в обсуждении я еду из загорода электричкой а он уже выступает он уже выступает а что народ делает в электричке что в россии что в украине что я не знаю где угодно да он смотрит в гаджеты сейчас да кино смотрит или еще что переписывается с кем-нибудь вот окей я взял вот этот поезд длинный поезд электричка на представляете и этот поезд прошел с конца в конец взад вперед вот так вот да и заглядывал людям в гаджеты что они смотрят ну интересно смотришь вот александр я не нашел ни одного человека который смотрел бы выступление своего президента в эти вообще ни одного вообще ни одного можете это представить да вот чем такое выступление большого этом который все раз в полгода бывает там и так далее никто не смотрит вы не найдете в россии ни одного человека который спросит соседа например попеть вот я вчера он вроде выступал да а я не успел послушать чем сказал чем сказал никто не спросит всем плевать что он сказал потому что никто не ждет ничего поэтому я думаю что будет идеологически это будет война запада против нас которую мы в конечном счете победил все ну действительно сегодня такой десант извините за каламбур высадился в гастомельском аэропорте собственно с него он должен был вот начаться киев за три дня мы помним что это была такая довольно можно сказать смелая можно сказать самоуверенная операция россиян когда они пытались высадить гастомель и таким образом сразу же захватить киев но были уничтожены и причем самые подготовленные их части элитные части и что интересно вот сейчас на втором во время второй годовщины вот этого попытки захвата киева там находится понятно с президентом зеленским вместе с ним фактически одни из ключевых лидеров европы запада в целом то есть там и президент еврокомиссии ушло фан дер ляйен и джастин трюдо и премьер бельгии и другие лидеры то есть вот вместо того десанта высадился западный десант политиков союзников это раз ну и второе это все таки мюнхенской конференции безопасности да вот насколько по-вашему после двух лет войны поняли что они могут сколько угодно считать что это региональный конфликт на западе да но вот как раз то что вы сказали для путина это уже конфликт у него с западом да на территории украины и он уже воюет противостоит тоже западу и как бы запад хочет того или нет нужно придется включаться еще более активно вот по вашему мнению насколько вот это и в принципе то чтобы зеленский говорил все эти два года и вся команда зеленского и все ну наверное эксперты говорили об этом но тем не менее вот почему то сейчас начали к этому доходить или не доходить я не знаю я не знаю у меня это очень беспокоит потому что мне кажется что угроза которая исходит от моей страны сегодня она это эвистенциальная угроза не только угроза украине конечно это угроза всем странам которые входили в российскую империю когда-то даже не в советский союз а в российскую империю это угроза европейской там христианской цивилизации вот и я думаю что война не может закончиться иначе как поражением этого режима все остальное будет не окончанием войны а временным прекращением огня знаете вот допустим переговоры на которые и идея мир в обмен на территории на который как я понимаю некоторые западные люди пытаются заставить пойти руководство вашей страны эти переговоры в интересах владимира путина мне кажется и прекращение огня в интересах владимира путина любое соглашение подписано с ним по моему будет просто возможность для него перегруппироваться найти новые какие-то ресурсы и начать войну заново мне кажется что вот это очевидно но я не уверен что все назад это понимают вот но кроме того я уже как российский гражданин вам скажу что я прекрасно понимаю что необходимо недостаточно необходимым условием того чтобы на территории нашей страны когда-то возродилась нормальная жизнь является ваша полная военная победа полная военная победа украины это кстати говоря понимают очень многие вот я сейчас на заседании форума свободной россии в вильнюсе проходит и вы знаете здесь нет ни одного человека который бы этого не понимал уверяю вот кстати все разговоры о том что русский либерал заканчивается на вопросе о крыме это неправда уже давным-давно есть полное единство что крым должен быть возвращен украине естественно крым украинский так же как и донбасс все остальное а